В нашем эфире время рубрики «Я история». Ее автор Сергей Муравьев перелистывает ветхие страницы, связанные с памятным прошлым нашего старинного города, и открывает факты, о которых многие не знали до сих пор. Сегодня в кадре Ярославский гостиный двор. В начале 19-го столетия Ярославская городская дума отмечала, число торгующих умножилось, посему с недостатком лавок открылись неустройства. Город рос и богател не по дням, а по часам, в первую очередь за счет взлета промышленности и торговли. Еще при Екатерине II после принятия плана регулярной застройки на смену хаотично разбросанных торговых палаток и лотков пришли степенные ряды каменных купеческих лавок. В 1780 году по линиям Сретенской, Рождественской и Углической улиц, ныне это депутатская Нахимсона и Кирова, выросли двухэтажные здания, тесно примыкающие друг к другу с торговыми помещениями внизу и купеческими квартирами вверху. К началу XIX века эти торговые ряды обершали, да и купцам стало тесновато. На улице Казанской по линии срытого вала древнего земляного города было решено построить новый гостинный двор. Ярославские купцы с радостью открыли свои кошельки, дав немалые средства для возведения нового торгового комплекса. Разработка проекта была поручена вольному ростовскому архитектору Петру Яковлевичу Панькову, одному из самых талантливых зодчик-самородков своего времени. Не имея диплома об образовании еще до приглашения в Ярославль, Петр Яковлевич за составление плана Ростова-Великого был отмечен монаршей милостью. Сама императрица Мария Федоровна пожаловала ему золотую табакерку. За возведение торговых рядов Паньков из уездного архитектора самоочки превратился в самого модного губернского зодчего. Архитектурный ансамбль был сдан под ключ в 1818 году, состоял из трех зданий и имел 115 лавочных номеров, протянувшихся от Спасского монастыря до Власевской башни. Боковые корпуса представляли собой замкнутые кварталы с открытой галереей по всему периметру. Центром композиции являлся и является до сих пор павильон Ротонда. Создается впечатление, что автор сам трактовал классические европейские архитектурные каноны, примеряя их к российскому градостроительству. Изначально новый гостиный двор Ярославля проектировался Паньковым как часть единого замысла, который получил развитие при возведении с зодчим комплексом мытного рынка. Теперь на этом месте фонтан у областной администрации. В 1829 году Петр Паньков представил свои проекты в Императорскую академию художеств и наконец-то получил долгожданный диплом, а с ним и должность ярославского губернского архитектора. Он же построил и новый губернаторский дворец.